МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. У Калинковича хознагородили вытворцев за досягнению в области якости продукции. Сегодня у Гомеля официально открыли мотосезон. Для моцных духам областный музей военной славы проставил выставу холодной зброи. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Областный день якости пройшел у Калинковича. Уручение у Знагородцу мясцели с вызначением задач по повышении конкурентосдольности мясцовой продукции. Як не только утрыматься на рынку, а ли еще и отримать прибыток, ведают наши корреспонденты. Еще несколько годов тому экскурсии на перепроцессовые заводы были завышенной справой. Теперь все по-иншему – сфотографовать дозволить у лепшим выпадком территорию предприемства, без наведывания вытворчих помешканев. У опошний час конкуренция, особливо на внешних рынках, настолько узросла, что на предприемствах вымушены заховывать у строгой тайне, як рецептуры, так и технологичные особливости. Наверное, в Европейском Союзе, не глядяши на декларованную открытость рынков, некоторые товары до соседей утрапляют с великими тяжкостями. У Державного комитета по стандартизации кажут, что часто пирожкоды створаются штучно, а для их переодолевания потребна саправды высокая якость продукции. Бадай самый значный потенциал на гумельшине у предприемства у перепросовчей галяны. Почас областного дня якости организованы выставы продукции предприемства у Полесского региона. У каждого золотые и серебряные ознагороды международных выстав. Действительно, потребительские характеристики нашей продукции очень высоки. И наши предприятия движутся, создают новые и новые оригинальные виды продуктов. И это очень здорово, что эта продукция признается не только у наших ближайших соседей, но и далеко за пределами страны, потому что основная доля пищевой продукции сегодня поставляется на экспорт. Номинанты в конкурсе «Лепшие товары Республики Беларусь» вызначались в начале на областном узровне. Показчики перепроверили в держстандарте и только потом огучили кончатковые выники. Отповедные дипломы отримали еще 25 предприемств у гумельшины. А прощатого уручены специальные ознагороды, лепшие у Галяне и лепшие у регионе. А так само у першиню дипломы «Стабильная якость». Разом с предприемствами, які на рынку уже не одно десять годзе, такими як «Гомсельмаш», «Светлогорске химволокно» и «Добружске фарфоровые», параунально молоды «Туровский молочный комбинат». У списей лепших так само «БМЗ», «Спартак», «Гомельский химзавод», «Калинковицкий», «Гомельский» и «Жлобинский» мясокомбинаты. У вынику проведенной модернизации у техничном плане предприемства «Гомельской области» уже не тие, что были яше годов десять тому. Але навыд гэта не гарантуе вытворцам спокойного життя. Разом с высокой якостю у рыночных приоритетах яше и конкуренты с дольной цены. Все это новое оборудование должно давать в первую очередь отдачу за счет того, что за счет снижения затрат на ее производство. Потому что рынок как Республики Беларусь, так и рынок СНГ, и до мировой рынок он перенасыщен продукцией. И в этой конкурентной гонке может выиграть только тот, кто может предложить товар дешевле, но качественнее. Инновации у швейной вытворчасти «Светлогорск химволокно» презентовала коллекцию одзения с разумного текстилю. Оно призначено для спорта и активного отпочинка. Про первые и перспективы использования подобных тканин. Доведовалась Катярына Сапельникова. Разумная тканина – это распроцовка Светлогорского предприемства «Химволокно». В ассортименте 12 видов трикотажных полотна. Например, тканина, которая худко убирает и выпарает вильгать. Тело застается сухим и подтримливается оптимальный температурный режим. Ее выкористовывают для створения разумных футболок. У некоторых из них робят уставки с тканины с антибактериальным эффектом. И снуются нитки с застуджальным эффектом. Они позволяют подавить рост бактерий, если это имеется в виду антибактериальная нить. Они позволяют легко распределять влагу между слоями одежды. И таким образом ощущение создаётся, что одежда постоянно сухая. Разумные нитки призначены не только для створения спортивного одзения и термобиализма, а и для выработки медицинских бинтов и бандажов. Сирот заказчиков и творцы текстилью из Беларуси и близкого замежа. Мы разработали текстильное полотно для компании Декатлон. Это спортивное полотенце, которое позволяет спортсмену быстро вытереться, и оно быстро впитывает влагу, при этом очень быстро высыхает. Катярина Сапельникова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовинов с Светлогорска. Отбылся смены у организации гандлю на гомельском центральном рынке. У связи с частыми выпадками неоплаты аренды гандлевого места для предприимальника уведены так званы забеспечальный платеж. Эта сумма ровная месячная арендная платя. Ее предприимальник обязан перелечить на специальный рахунок центрального рынка. Дадзенная сумма станет страховочной. Скористаться ее предприимальник сможет о выпадке тяжкой финансовой ситуации, как покрыть выдатки по аренде гандлевой площади. Как правило, процентов 20-30 не оплачивают. Мы предпринимателя должны уведомить за 10 дней о том, что мы рассоргаем в одностороннем порядке договора. Предпринимателя потом невозможно найти. Нам приходится обращаться в суд. Суд присудил, чтобы предприниматель возместил нам расходы. Но, как правило, предпринимателя потом очень сложно найти. Либо он ликвидировал ИП, либо фирма падала на банкротство. Поэтому мы принимаем такие меры. У выпадку, когда предприниматель принимает решение переместить гандлевую кропку на инший рынок, эту сумму ему вернуть в полном объеме. Даред, что те предприниматели, которым складан одразу перелечить полную сумму на страховочный рахунок, могут скрыстаться расторминовкой. Вы знаете, есть такие случаи, когда люди не платят аренду и уходят с рынка. Просто уходят. Вот ушли и все. И аренда плата осталась задолжена за ними. Ну и чтобы как-то подстраховаться, допустим, я тоже... У меня два торговых места. Я просила расстрочку на три месяца. Я уже частью платила этого платежа. Все нормально. Но я считаю, что... Работать можно? Можно работать. Да, у нас сейчас постоянно новое оборудование. Мы сейчас вообще живем и красуемся. Тым часом областным центром открыли прием заявок для удела у третьим республиканским святе «Майстро Гомельская весна». И он пройдет с 18 по 21 мая в рамках международной выставы «Вясна у Гомеля». Местом проведения свята, який в минулом году, станет территория вокруг катка МЖК «Сонечный» на Решицком проспекте. Организаторы шакают в «Майстро» и ромесников из Беларуси и Замежа. Для удельников свята «Гомельская весна» – пляцовка для презентации и продажи своих работ. А так само место для обмену вопытом. У программе проведения майстер-классов заявки на удел приемаются до 15 мая у Ключна. У Гомеля отбылось опосаджение правления областной организации Беларусского союза «Жаншин». Мероприемство проходило в поширенном формате. На парадку дня – роль организации у развития жанночага продпрымальництва. Малый бизнес экономисты называют «головной рухающей силой экономики». Это працовные места и податки. До того ж, великие поспеховые кампании частей за все вырастают за одной невеликой бизнес-идеей. Протпрымальництва «Нажаночая» и «Мушинская» конечно никто не поделяет. Формирование экономичного мышления и стимулирование минавита жихарок региона до реализации властных бизнес-инициатив. Такие меты ставить перед собой властный союз «Жанши». Выпрацовать тактику работы у гэтым направлений допомагают партнеры. Гэта мясцовые улады, бизнес-школы, организации и агентствы по поддержке приватного бизнеса и высшейся научной установы. В Беларуси достаточно активные женщины, обладающие правами. У белорусских женщин высокий уровень образования, даже выше, чем у мужчин. Они достаточно инициативные и могут брать управление на себя, принимать на себя риск. Но, конечно, говорить о том, что нужно поддерживать отдельно, например, только женское предпринимательство, это неправильно. Поэтому и сегодня ведется речь о том, что нужно создавать условия для развития предприимчивости, инициативы, возможности реализовать себя. Ну а кто, как небелорусская женщина, способен потянуть и решить эту проблему. Поддержка предпринимательства это одна из наших основных задач, потому что вопросы самозанятости, вопросы прибыли, наверное, это немаловажно. Это благополучие семей, благополучие каждой женщины. И мы хотим подумать, какой клад мы можем внести, как мы можем поддержать женщину-предпринимателя. Протягиваем выпуск, ахоп подлетков позаврочной занятостью и эффективность профилактики правопорушения у сярод неполнолетних. Накольки тесно, в этих накерунках взаимоденничают разные затекавленные службы, обмерковали на посяжении гомельского гарвы Канкама. Пока шик позаврочной занятости на початок года склау 97%. Подчас весновых каникул не один из 44 тысяч детей гомеля не здействовал правопорушению. У Волголи за первый квартал года региструется снижение подлетковой злочинности на 3%. Это можно лишить выникам проведения профилактических мероприемств. Таких, например, как проект под названием «Я патриот». Военно-патриотичный лагерь организуют на базе войсковой части 55-25. И мы видим, что спустя вот это время подростки, которые состояли в инспекциях по делам несовершеннолетних, они к нашей радости еще, в общем-то, за этот промежуток времени не отступились от норм общества, не совершили противоправное действие. Достаточно трудный контингент был ребят, вот подобран. Но, тем не менее, в конце, если вы помните, подводя итоги, ребята сами радовались, потому что они выросли в собственных глазах. Поэтому вот этот пример мы сегодня будем говорить, что он как нельзя стать для ряда наших городских школ, когда уже на территории школы такая форма работы должна была, будет организована в рамках предстоящей летней кампании. Одна зыдей организовать при школах палаточные лагеры. Военно-патриотичная накеравана стекавить подлетком. Зараз у гуминских школок денежают 42 клубы юных сябровой милиции. У них ведут правовую, осветницкую работу и с детьми, и с их батьками. Подтримку оказывают представники силовых структур. Воинские части, областные городские военные комиссариаты, военно-транспортный факультет Белдута и городский отдел по надзвычайных ситуациях. Дякуюча им и деактивное долучение подлетков до патриотичных акций. Зараз формируются планы по их организации в летний период. Акцент будет сделаны на занятости подлетков, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. Сегодня у Гомеля отбылось открытие мотосезона. Удельники мероприемства собрались на площадь Ленина. Затым, у супроводжения державтоинспекции, мотоколонна отправилась по центральных улицах города. Основная программа разгорнулася, каля дитячага городка техничных видов спорту. Там можно было сдать экзамен на категорию А1. Жадающим зарабить, гэта треба было меть при сабе пашпорт и действенную медицинскую доветку. Инспекторы ДАИ проверяли теорию навыки ваджения мотоцикла. При становучшей сдаче испытов пропановывалось пройти в областное управление державтоинспекции и звернуться у окно приему за реквизитами для оплаты. А кроме того, для удельников и гостей мероприемства была подрыхтована забавляльная программа и конкурсы за ручением подарунков. На протяжении двух лет тесное взаимодействие наше с любителем мототранспорта они дали свои плоды в части того, что только в 2016 году уровень аварийности связан с мотоциклами в разы уменьшился. Это эффективность работы нашей не только сотрудники госоинспекции, но и общественных организаций байкал-клубов, потому что мы через них хотим наши требования довести в части обеспечения безопасного движения. Я считаю, что молодые любители мототранспорта лучше услышат своих коллег, чем сотрудников госоинспекции. Гомельский областный музей военной славы представил новую выставу холодной сброи. Экспозиция под назвой «Для моцных духам» это коллекция шпах, шаблей, кортиков, ножов и кинжалов зусяго свету. Холодная сброя выкарэстовывалася у близким боем, только волевый и мощный человек мог на это одважиться и змагаться тварда твару с ворогом. Холодная сброя появилась первопочатковая как сродок полевания. Потом до 16-го ста годзе она была голодным сродком ведения боя. Сегодня эта сброя один из элементов традиционной формы и гоноровой узнагороды для войсковцев. На ведовольнике выставы у Гомеля мать махшимость познайомится с узорами холодной сброи Российской имперы и СССР, а так само экспонатами из европейских краин Америки и Пауднево-Усходней Азии. Здорово помогло Министерство внутренних дел комплектации, потому что были попытки через нашу территорию провести незаконно в Европу катаны. У нас экспонируется тоже меч японский императорской варнете Японии, тоже занесен в книгу сокровища Музея Беларуси. Есть сабля, подаренная нам маршалом Советского Союза Дмитрием Тимофеевичем Язовым, он один из здравствующих еще маршалов. Он вот такие исключительные из предметов, которые тоже попали на выставку и в музей. Ну и много других еще предметов, которые тоже, так сказать, каждый имеет свою историю. Гэта инша новини вы можете знайсти на нашим сайті у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи!